Игорь Михайлович Пожалуйста, сядьте, отдохните минут 10, я надеюсь, не больше этого времени мне потребуется, чтобы поделиться некоторыми мыслями касательно предстоящего праздника Богоявления или праздника Крещения Господня. Как вы заметили из сегодняшнего первого евангельского чтения, речь пошла о проповеди Иоанна Крестителя на Иордане. И говорится, что вся Иудея приходила к нему креститься в водах Иордана и приносить покаяние. Конечно, не вся Иудея, это преувеличение, но евангелист Марк, который, кстати, был в числе 70 апостолов, а сегодня мы празднуем 70 апостолов, то есть не те основные апостолы, 12, а у Христа было еще 70 апостолов, которые слушали Его проповеди, учились у Него, и после Его вознесения на небо пошли в мир и вместе с 12 основными апостолами проповедовали Евангелие всем народам, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, точно так же, как мы крестим тех, кто приходит в Церковь. И вот среди этих 70 апостолов были евангелист Марк и евангелист Лука. Так что, если среди нас есть прихожане с именем Марк или Лука, поздравляю вас сердечно с вашим днем Ангела. Так что мы готовимся, мы сейчас вступили в приготовительный к празднику Богоявления период. И это было сильно отражено вчерашним вечерним богослужением. Мы пели тропаи, читали канон, предпразднику Богоявления. Церковь нас готовит к великим праздникам в продолжении нескольких дней. Она хочет, чтобы мы, чтобы вот эти приготовительные дни помогли нам оценить смысл праздника, который мы готовимся отмечать. Это очень важно, приходить в Церковь, заранее почитать Евангелие праздничное. Хорошо бы почитать какую-нибудь проповедь, чтобы с помощью этой проповеди и душеполезного чтения еще глубже вникнуть в смысл праздника, потому что часто мы сами не способны. Если тем более у нас нет такого церковного полубогословского образования, иногда трудно. Вот поэтому я, кстати, посылаю вам эти так называемые домашние задания каждую неделю, чтобы, прочитав их, вы были бы готовы осмыслить не только великие праздники, но каждый воскресный день. Поверьте мне, если мы серьезно взяться за это дело, откроется невероятно широкий, богатый духовный мир, о котором, может быть, мы даже и не подозревали. Празднуем великие праздники, дорогие братья и сестры. Мы празднуем не только историческое событие, как мы это делаем 4 июля, празднуем независимость Америки. Редко, когда мы задумываемся над смыслом 4 июля, мы просто рады, что будет свободный день, что можно поспать немножко дольше, можно дома посидеть, заняться своими делами. Но так подходить к церковным праздникам просто грешно. Потому что церковный праздник является не только историческим событием. Событие, которое произошло однажды в истории, как, например, крещение Господне. Нельзя оторвать праздник от жизни. И праздник должен влиять на нашу жизнь. Если праздник не влияет, тогда какие же мы православные христиане? А в чем, что может нам сказать праздник Богоявления, к которому мы так сейчас готовимся? Я думаю, для каждого отдельного крещенного человека хорошо бы нам всем призадуматься над теми обетами, которые принесли наши крестные родители за нас. Я имею в виду тех, кто были крещены в детстве или в младенчестве. А те, кто были крещены в взрослом возрасте, тем более должны осознанно подходить к этому празднику и стараться измерить его влияние на свою личную жизнь. Так вот, какие же обеты давали наши крестные родители? Ну, в начале Таинства Крещения священник читает некоторые экзорцизмы, где он просит Господа изгнать всякого злого духа, всякого влияния злого духа из сердца, из души ребенка. Конечно, можно спросить, какое же может быть влияние на ребенка? Но поверьте мне, дорогие братья и сестры, что дьявол, невзирая ни на возраст человека, ни на его положение в жизни, всегда старается влиять и на детей, и на взрослых. Конечно, на нас более яростная война идет. Дети еще не совсем осознали все это, так что они живут своей жизнью, но тем не менее родители должны молиться за ребенка, должны охранять его всячески, особенно в первую очередь духовно. То есть вооружить ребенка всем необходимым, чтобы он знал, на что он может опереться в будущем, когда на него непосредственно дьявол будет стараться сбить стул. Итак, в начале крещения священник задает крестным родителям трижды один и тот же вопрос, отрекаешься ли от сатаны и от всех дел его, всех слуг его, всего служения его и всей гордыни его? И крестный отвечает, отрекаюсь. И затем священник задает тот же вопрос на прошедшем времени, отреклись ли от сатаны? Отреклись. А затем еще три вопроса. Уже люди обращаются не к западу, а к востоку, к алтарю. И говорит, сочетаешься ли ты со Христом? То есть, присоединяешься ли ты к воинству Христову? И крестный отвечает, сочетаюсь. И затем тот же вопрос еще три раза в прошедшем времени, сочетался ли со Христом? Сочетался. Конечно, пока ребенок маленький, поскольку он эти обеты сам лично не приносил, но родителей приносил, крестные. Родители тем самым объявили войну дьяволу. Представляете себе, отрекаться от него трижды, прилюдно, потом и священник говорит еще, иду не и плю не на дьявола, чтобы показать наше полное неприятие зла и отца зла. Так что дети подрастают, и когда они становятся совершеннолетними, они уже сами отвечают за свою духовную судьбу. Конечно, крестные родители должны и продолжать за них молиться, даже несмотря на то, что они уже взрослые, и сами могут за себя отвечать. Но что я хочу сказать, что хрещенные в младенчестве, уже став сознательными людьми, тем более, если они ходят регулярно в церковь, причащаются, исповедуются, должны помнить, что кто-то за них приносил эти обеты. И теперь он отвечает перед Богом за исполнение этих обетов. И вот эти 70 апостолов, которых мы сегодня празднуем вместе с предпраздностом Богоявления, шли в мир весь, проповедовали Евангелие, крестили всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. И, дорогие братья и сестры, вот мы будем освящать воду завтра утром и в день Крещения, если понадобится, мы можем и после праздника, пока не будет отдания праздника, еще раз освятить. Но приходя в церковь, в эти святые богоявленские дни, самое главное, чтобы мы не подходили к этому празднику как потребители. В том смысле, что вот мы приходим, потому что бесплатно дают воду святую. Это всегда жалко, когда люди приходят просто ради святой водички. Думают, что святая вода – это какая-то магия, она исцелит от всех болезней. Она может исцелить от всех болезней, но только тех, кто сознательно и понимает, что это все значит с церковной точки зрения. Что недостаточно просто побрызгать святую воду на что-то и считать, что все будет в порядке. Надо с верой, глубокой верой. Вера, которая исходит из сердца, и от ума. Когда вот сердце и ум вместе работают, вот тогда будет осознанная вера. Вот и на день крещения ребенка или взрослого мы торжественно заявляем. Велик Ты, Господи, и дивны дела Твои, и никакого слова не будем довольны, чтобы воспеть чудеса Твои. Действительно велик Господь, и велики те чудеса, которые Он творит в нашей жизни, и которые Он сотворил 2033 года назад, если я не ошибаюсь, в день, когда Он пришел на Ердань, тогда Он крестился, троеческое явися поклонение, как мы говорим в Церкви. Бог говорит с неба, си есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же Мое благоволение. Сын Бога Небесного крестится, а Дух Святой является в образе голубя. И вот это первый раз в истории сотворения мира, что Троица таким явным образом явилась. И с тех пор Церковь, все таинства, все главные таинства начинаются всегда словами «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа». Потому что, когда эти слова произносятся, наше церковное пространство превращается в небо на земле, Царство Божие на земле. И тоже мы должны это осознать, дорогие братья и сестры. Поэтому, приходя в Церковь, мы должны относиться к каждому уголку этого нашего помещения как нечто святое, драгоценное, достойное нашего полного внимания и нашей заботы. Аминь. Спасибо.